МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В борьбу за золото чемпионата Европы. Его тренер уверен, что барьерист сейчас в оптимальной физической форме. Итак, впервые с августа 2016 года доллар превысил отметку в 67 рублей. Российские, а вслед за ними и алтайские аналитики, прогнозируют дальнейший рост иностранной валюты. Правда, ожидать резкого скачка, как, например, осенью 2014-го, все же не стоит. Если доллар и вырастет, то еще максимум на 5-6 пунктов, уверены эксперты. Нынешний скачок, а доллар, напомню, стоит уже более 67, связан с информацией о возможных санкциях в отношении России. Якобы эти меры, как заявляют по ту сторону океана, будут призваны изменить поведение Москвы. Предположительный новый пакет санкций начнет действовать с 22 августа. Это решение связывают с инцидентом в Солсбери, где еще весной неизвестные отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Как известно, Вашингтон и Лондон обвинили в этом Россию. Именно на заявление о санкциях и отреагировала биржа очередным падением рубля по отношению к евро и доллару. Впрочем, таким колебанием подвержена не только отечественная валюта, уверяет наш эксперт. Упали также турецкая лира и аргентинская песо. Уровни, повторяю, это не мой прогноз, это прогноз консенсус аналитиков, где-то на уровне колеблется 71-73 рублей за доллар. Что касается более долгосрочных прогнозов, здесь загадывать очень сложно. И какие уровни возьмет рубль зимой и весной, я просто не берусь. Где-то прибудет, где-то убудет. Убудет в основном население, убудет по тем каналам, которым я сказал. Это в основном повышение налогов, это рост цен и другие, так сказать, то, что мы, собственно, уже и наблюдаем. В Барнауле, возможно, появятся велосипедные дорожки. Об этом заявил глава города Сергей Дугин. Чиновник предлагает начать их обустройство с нагорной части города, на трассе здоровья. Это заявление мэр сделал через несколько дней, после того, как Минтранс России предложил всем регионам пересесть на двухколесный транспорт. Ведомство разработало специальную брошюру, в которой прописаны нормативы строительства велодорожек. Дождутся ли их в Барнауле, пыталась понять Анастасия Дороган. Артур – велосипедист по выходным. Этот вид транспорта у него для души, поэтому кататься приезжает в лес. В городе, говорит, отдых с велосипедом несовместим. Дорожки, дорожки, едешь спокойно, ни о чем не переживаешь. Если бы, я думаю, в городе, если были бы дорожки, было бы туда, как бы поудобнее всем. Удобство и безопасность, пожалуй, главные причины строительства велодорожек. Но зачем их прокладывать в лесу, вдоль известной всем трассы здоровья, как порекомендовал накануне глава города Сергей Дугин? Кого они должны защищать там, велосипедистам, непонятно. Но мэр подчеркнул, потребность в дорожках в Барнауле назрела. Об этой идее в городе говорят лет 10. И сами велосипедисты, и те, кому они мешают. Под колеса лезут, пешеходную тропинку проезжают, они переходят. Девать не обижают, просто могут врезаться. По словам архитектора Александра Деринга, власти Барнаула еще ни разу не предлагали реального проекта велодорожек. Все инициативы общественные. В 2015 году сам он разработал велозону на аллее проспекта Ленина. Тогда идею раскритиковали. Хоть какое-то место есть, где нет машин, автомобилей. Ну да, вот эта центральная аллея, она у нас есть. Конечно, при желании ее можно. Она не такая широкая, правда. Но можно разделить полосу для велосипедистов и для пешеходов. Я думаю, что нам скажут только спасибо. Я не наставил на том, что давайте вот с завтрашнего дня сделаем здесь дорожку. Сколько заявить об этом, об этой проблеме. Но ездят по аллее и без дорожек, нарушая ПДД на каждом перекрестке. Переходов-то нет. Мы должны, по идее, через перекресток обойти. Поэтому мы не можем это, естественно, сделать, потому что это просто неудобно. Это очень много времени из-за этого теряется. И мы, рискуя, конечно же, переезжаем или переходим. В России всего пять городов с велодорожками. Чтобы их стало больше, Минтран страны шлет регионам готовые правила строительства велозон на небольших расстояниях, до 15 километров, до работы или до магазина. Место под велодорожку могут взять как у автополосы, так и у пешеходного тротуара. В Барнауле, предполагаю, пожертвуют пешей зоной. Расчет такой. Если тротуар в ширину меньше 4,5 метров, то под велодорожку оставляют метр тридцать. Ее выделяют специальным цветом, разметкой и отделяют от дороги бордюром, а от пешеходов зелеными насаждениями. И пока лучшей велоинфраструктуре – татарский город Альметьевск. У них есть велопарковки, урны, спецсветофоры, а главное – 83 километра дорожек, а не вторые после Москвы. И такая сеть, говорят власти, никак не сказалась на автодвижении. Пропускная способность не сидела. Количество рядов мы не меняли. И там, например, где произошло сужение, там, например, были припаркованные машины, стояли там сутками, и еще больше мешали проезжать автомобилисты. Сейчас проще проехать по этим участкам. У нас основные тротуары велодорожки построены не на проезжей части, а, скажем так, в буферной зоне. Стоимость одного километра велодорожки в Альметьевске – 5 миллионов рублей. Эту цифру нам обозначили и в Барнауле. И четко ответили – в ближайшие годы велодорожек можно не ждать. Теперь еще любопытнее, что же тогда построят на трассе здоровья. Анастасия Дороган, Павел Лауронин, Алексей Фризин. Наши новости. В Камни-на-Аби уходят под воду три района города. Даже сейчас, в конце лета, уровень грунтовых вод в некоторых точках выше колен. В Кулацком поселке в последние три года вода уходит лишь к Новому году. У жителей 330-го квартала, а также в районе Зеленого Клина, затоплены погреба в огородах Лужи. И в таких условиях живут больше трех тысяч человек. По словам начальника отдела ГОЧС Каменского района Сергея Умярова, в свое время при строительстве районов геодезические испытания никто не провел. И теперь происходят обычные физические явления. Дома своим весом выдавливают воду из-под земли. Власти города периодически чистят дренажные системы в подтопляемых районах, но ситуация не меняется. Для капитальных работ в местном бюджете нет средств. Жители трех микрорайонов готовы даже вложить свои деньги, чтобы прочистить ключевые каналы. Но, по их словам, муниципалитет на такую инициативу не отвечает. Люди боятся, что пройдет еще пара лет, и их дома можно будет признать аварийными. Между тем, поясняют местные журналисты, 23 миллиона рублей, которые Камень получит по программе «Комфортная городская среда», планируют направить не на спасение города, а на благоустройство зон отдыха. Одна из улиц в Барнаульском поселке «Казенная заимка» стала местом противостояния. Комиссия чиновников и сотрудников ГИБДД хотела снести самовольно установленные жителями дорожные неровности. Местные люди двумя руками против. Они уверяют, неровности лишь ограничивают скорость лихачей, чья езда угрожает жизни и здоровью детей. В «Казенной заимке» побывал наш корреспондент. Эту хорошую и ровную дорогу жители домов по улице «Красивая» сделали за свой счет. Чиновники тогда говорили, денег нет. Когда дорога появилась, вместе с ней появилась и проблема. По новому полотну стало ездить слишком много автомобилей. Некоторые гонщики не стеснялись превышать скорость. Шум, пыль. С этим еще можно было как-то мириться. Но на улице живет много детей, безопасность которых оказалась под угрозой, говорят жители казенной заимки. Особенно сейчас, в летние каникулы. Детям не выйти. Опасность того, что собьют, потому что здесь ездят и таксисты, и все жители. Мы поэтому собрались в улице, решили постелить шесть полицейских вот на этом моменте. Опять деньги вложили сюда. Ну почему-то через месяц приехали администрации и сказали, а вы тут незаконно все сделали. Оказалось, одному из жителей улицы, который не вкладывал деньги в асфальт, надоело ездить по искусственным ухабам. И он пожаловался куда следует. Безопасность за своих детей привела к жителей к такой ситуации, что они решили своими силами уложить лежачие полицейские. После этого начались проблемы с другими жителями улицы, которая дальше. По словам Сергея Попова, за ограничение выступает 15 семей, против – лишь три. Причем возле их домов лежачих полицейских нет, и можно выбрать другие пути объезда. Однако межведовственная комиссия направила в казенку шесть единиц тяжелой техники, чтобы разрушить дорожные неровности. Правда, машинистам пришлось ждать до обеда, а потом и вовсе уехать. Жители не позволили разрушить созданное своими руками. К тому же нашлось временное решение проблемы. Администрация предложила сделать высоту и габариты дорожных неровностей по ГОСТу, а затем согласовать бумаги. Далее срок – в 20 дней. Если не удастся узаконить, либо не будут требования ГОСТ выполнены, и действующего законодательства, то тогда данные неровности будут демонтированы. Жители опасаются, что бюрократические препоны не дадут им вовремя узаконить дорожные неровности. Но борьбу свою прекращать ни в коем случае не собираются. Даже несмотря на грозящую им административную ответственность. Ведь, по их словам, ограничить скорость машин таким способом решили исключительно ради безопасности. Если вы их снесете, каждый день вечером будет народ выходить, и на этих же местах будут копать ямы. Будем наставить на своем, чтобы здесь столько автомобилей не ездило. Александр Захаров, Андрей Печоркин. Наши новости. Более полусотни барнаульцев оставили сегодня след в истории родного города. А именно, любой желающий мог принять участие в завершении ремонта знаменитых букв «Барнаул» в Нагорной части. Напомним, реконструировать надпись начали еще в конце июля. Накануне буквы очистили от старой краски и вандальных надписей, а также заменили проржавевшие части конструкции. Более чем за 20-летнюю историю барнаульского Голливуда, как его называют многие горожане, это первый капитальный ремонт сооружения. Рабочие специально недокрасили часть букв, чтобы сделать это могли и рядовые жители. Но пришли не только они. И с кистями и красками сегодня были замечены символ краевой столицы, дед-медвед, ну и, конечно же, глава города Сергей Дубин. Вы часто берете в руки валик, красите что-нибудь, как люди занимаются ремонтом. Я готов поучаствовать, я готов везде, где меня приглашают, я готов участвовать. И здесь я обязательно буду участвовать по краске букв. Прийти сюда и внести свою лепту в это благоустройство я бы призвал более широкой массы горожан. Когда своим трудом поработаешь, тогда хочется это и любить. Кстати, как нам пояснили в мэрии, новая краска, изготовленная с использованием воска, максимально защитит буквы от воздействия влаги. Ну а чего точно защитить не сможет, так это от появления новых вандальных надписей. В этом случае, по мнению чиновников, можно рассчитывать лишь на сознательность самих горожан. На Берлин. Сегодня Сергей Шубенков вступает в борьбу за главный трофей Старого континента. В деле известного барьериста можно будет увидеть наверняка дважды. Сначала наш земляк пробежит полуфинал, ну и при удачном раскладе уже поборется в финале чемпионата Европы. Впрочем, в то, что Сергей в него попадет, болельщики не сомневаются. Барнаулит сейчас явный фаворит, входит в топ-12 европейского рейтинга сезона на спринтерских дистанциях. Именно поэтому он пропускает забег первого круга и начнет сразу же с полуфинала. Вместе с ним брать в Берлин полетел, конечно же, его личный тренер Сергей Клевцов. До этого тандем готовился на подмосковной базе в Новогорске. Как говорит Клевцов, главным стартом сезона Шубенков подходит в оптимальной физической форме. Задание всегда приводное, приводное, неважно, в какой-то форме находишься, лидер тренировал сезон или около того. Потому что каждое соревнование, собственно говоря, там это новая ситуация, это всегда новый статус-кво. Увидеть, как Сергей покоряет дорожки Берлина, жители края смогут в 0-0 часов 10 минут по местному времени. Это будет тот самый полуфинал. Финал уже начнется также ночью в 2 часа 35 минут. Ну а пока Сергей борется за награды чемпионата Европы, сельские спортсмены края за три дня разыграют 57 кубков и более 500 медалей. В райцентре Завьялова стартовала 40-я летняя олимпиада сельских спортсменов региона. В волейболе, футболе, баскетболе пока идут предварительные матчи в группах, а вот в легкой атлетике первые комплекты наград уже разыграны. Далее подробнее. Впервые Олимпиада сельских спортсменов состоялась в селе Ключи в 1977 году. Идея соревнований так понравилась организаторам и участникам, что было решено проводить их на постоянной основе. С тех пор районы края ежегодно борются за право проведения. К примеру, Завьялова принимает у себя Олимпиаду во второй раз. К ней здесь серьезно обновили стадион. На его территории почти заново были построены спортивные площадки, баскетбольные, волейбольные, секторы для игры в городки и другие. Уже второй день здесь кипят нешуточные страсти. Спортсменам, тренерам и болельщикам подчас бывает непросто сдержать эмоции. Родина! Родина! Олимпиада будет проходить в райцентре 4 дня и завершится 12 августа. За это время сельские спортсмены разыграют награды в женских и мужских соревнованиях по волейболу, баскетболу, пляжному волейболу, состязаниях спортивных семей, футболу, настольному теннису, городошному спорту, палеотлону, легкой атлетике, гиревому спорту и самбо. В общей сложности в Олимпиаде примут участие около 1400 человек из 52 районов края. В это число входят спортсмены, тренеры и представители команд. Сегодня первые комплекты наград разыграли легкоатлеты. Победителем забега на 100 метров у женщин стала Олеся Киселева из Поспелихинского района. Победу у мужчин на этой дистанции праздновал Андрей Срыбных из Шипунова. Кстати, этот атлет занимается у известного тренера Сергея Клевцова. Показал, так скажем, свой результат, который у меня был по сезону, 10-7. Учитывая такой довольно-таки приличный встречный ветер, результат достойный, считаю. Последние награды 40-й летней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края будут разыграны 12 августа. В этот день на Завьяловском стадионе «Юность» финалы сыграют футболисты, волейболисты и баскетболисты. Тогда же подведут итоги Олимпиады. На данный момент по сумме набранных в соревнованиях очков лидирует Благовещенский район. На втором месте расположился Поспелихинский, на третьем – Смоленский. Алексей Янкин, Анастасия Бертенева. Наши новости. Завтра барнаульцы вместе с большей частью россиян станут свидетелями редкого и красивого природного явления солнечного затмения. Наблюдать его можно будет, начиная с половины пятого вечера. Максимальные фазы явления достигнет через час в половине шестого. Правда, будет оно частичным. На территории Западной Сибири Луна закроет 20% солнечного диска. Но даже этого, говорят специалисты, достаточно, чтобы небо заметно потемнело, а температура воздуха на небольшой период упала. Астрономы, между тем, предупреждают, наблюдать за солнечным диском невооруженным глазом опасно для здоровья и советуют использовать специальные затемняющие приборы. В краевой столице в случае безоблачной погоды наблюдение организуют на базе Барнаульского планетария. Здесь, на площадке перед зданием, будет установлен профессиональный телескоп. Специалисты советуют не пропустить явление, ведь в следующий раз земляне увидят солнечное затмение уже полное только через год. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Михаил Марчук воевал на Центральном, Западном и Первом Прибалтийском фронтах. В 1944 году лейтенант, выполняя специальное задание командующего армией, захватил мост и половину суток вел бой в окружении, отражая все попытки немцев отбить занятые позиции. За мужество Михаилу Марчуку было присвоено звание Героя Советского Союза. Василий Дубинин прошел всю войну. В 1941 году в бою, когда его пулемет прекратил огонь, он бросился к соседнему оружию. Ожившая огневая точка помогла советским пехотинцам отбросить противника. В этом бою Дубинина ранило в голову, но, получив первую медицинскую помощь, Василий вновь вернулся на позицию. На исходе первого года войны на счету младшего сержанта числилось 350 уничтоженных врагов. За мужество и стойкость в борьбе с захватчиками 52-я стрелковая дивизия была преобразована в гвардейское соединение. Василий Дубинин стал первым в дивизии Героем Советского Союза.